В Беларуси созданы беспрецедентные условия для развития IT-отрасли. Вы думаете, это вас не касается? Напрасно! Сегодня нет ни одной сферы жизни, в которой не применялись бы высокие технологии. Образование, медицина, промышленность, сельское хозяйство. Мой коллега Игорь Тур, он сейчас с нами на связи, внимательно изучил документ. Игорь, вы стали ближе к высоким технологиям. Юрий, к высоким технологиям близки все, хотя бы потому, что в кармане и у меня, и у вас есть смартфон, который открывает доступ к информации, банковским продуктам, социальному обслуживанию, но все же в выходящем году в смартфонах у некоторых белорусов появились еще и биткоины. И очень надеюсь, Юрий, что парочка виртуальных монет есть и у вас. Игорь, я пока привык доверять белорусскому рублю. Что тоже неплохо, но все же благодаря IT рублей у каждого белоруса станет больше. В 2017 году декрет президента под условным названием ПВТ 2.0 прошел путь от идеи до конечного воплощения. И уже завтра начнется исполнение желаний и программистов, и промышленников целой страной войти в IT. Что изменится в 2018? Особый правовой режим в ПВТ продлевается на 30 лет. Резиденты смогут привлекать финансы по нормам английского права, разрабатывать беспилотные автомобили и искусственный интеллект, создавать криптобиржи и майнить биткоины. Такие компании освободят от налога на прибыль и НДС, а подоходный налог с физлиц нужно будет платить по сниженной ставке. И еще больше отменяется офшорный сбор, из-за которого многие белорусские компании головные офисы размещали за пределами страны. И упраздняется правило мокрой печати. То есть чернильный оттиск на бумаге при каждом соглашении уже архаизм. IT-сектор Новый год встречает в прекрасном настроении. Сегодня тот день, когда фактически Беларусь утвердила первый в мире декрет, который регулирует все отношения с использованием блокчейна. Мы дали миру что-то новое. Наша IT пошла чуть дальше. Это право цифровое может быть белорусским правом. ПВТ в этом году, как ожидается, заработает на экспорте услуг более миллиарда долларов. Цель на будущее 3-4 миллиарда. Но выгода для резидентов парка очевидна. Вот что получит от декрета реальный сектор. Нет сейчас такой отрасли, которая не является IT. Возьму даже современное сельское хозяйство. Это компьютерные программы, которые управляют фермами. Компьютерные программы, которые управляют тракторами, которые управляют комбайнами. Там даже не нужны люди. Это обработка карт для того, чтобы... Или снимков космоса для того, чтобы точно понять, сколько, где нужно всыпать удобрения. Это все пронизано IT. То есть, привлекая зарубежные технологии и на их опыте создавая свой продукт, IT Беларуси будет работать на реальный сектор. Условно говоря, программисты создадут роботов, которые сами будут добывать руду на шахтах Беларуськалия. Тракторы МТЗ и самосвалы БелАЗ станут беспилотными. А в автобусах МАЗ за проезд можно будет рассчитаться со смартфона. Это и улучшение жизни в стране, и резкий рост выручки. Ведь все, что становится высокотехнологичным, становится и более конкурентным на рынке. Как IT войдет в реальный сектор, а вот этого ждем уже в 2018-м. Игорь Тур, Родион Кабанович и все IT-сообщество страны «Контуры».